Всем привет! В этом видео мы будем менять подшипники в стиральной машине Electrolux с верхней загрузкой. Сразу скажу, что в концерн Electrolux входит огромное количество разных торговых марок. Их довольно много, там более 50, но я назову по памяти сейчас такие самые популярные у нас. Это Electrolux, Zanussi, AEG, также попадаются Privilegi, Maturi, Quelli, ну и какие-то еще другие, но, честно говоря, я их сейчас уже и не вспомню. Этот вариант замены подшипников используется не только, скажем так, в большом количестве разных торговых марок стиральных машин, но и он использовался довольно длительное время, много лет, вот, поэтому сейчас очень много машинок попадает в ремонт именно с такой заменой подшипников, вот в таком формате. Начнем мы сейчас это все с разборки машинки, хотя я ее уже успел немного разобрать, я снял одну боковую крышку и снял ремень. Вот, это я сделал для того, чтобы можно было предварительно провести диагностику машинки, так как клиенты не совсем понимали, что с ихней машинкой, они просто приехали и сказали, у нас не крутят барабан. Вот, я когда попробовал покрутить барабан, вот, то он при вращении, например, в одну сторону, он кое-как крутился, а при вращении, например, в противоположную его клинило. И у меня были некоторые сомнения, то ли во внутрь машинки что-то попало, а это бывает довольно часто, вплоть до носков, колгот и всего остального, и оно могло подклинивать барабан, то ли здесь проблема с подшипниками и так далее. Ну, и плюс они, в общем-то, не совсем могли сказать, а вообще у них, кроме того, что не вращается барабан, все ли с машинкой нормально. Поэтому я решил предварительно перед тем, как начинать ремонт, продиагностировать машинку, то есть я ее поставил, она у меня прошла несколько стирок, но для того, чтобы не издеваться над уже, скажем так, умершими подшипниками, чтобы не усугублять ситуацию, я снял ремень и проверку проводил без ремня. Ну, а так, в общем, я практически с этой машинкой больше ничего не делал. Так, поехали. Для начала нам необходимо снять обе крышки с одной и с другой стороны. С этой стороны, как я уже сказал, крышка снята. С этой стороны крышка снимается точно таким же способом, как и с этой. Поэтому я думаю, что тут у вас вопросов не возникнет. Дальше крышка сдвигается назад и вниз. И таким образом она снимается. Начнем со стороны, со шкива. Ремень у меня уже снят. В принципе, если в вашем случае вам его придется еще снять, это делается довольно просто, тянете за ремень, проворачиваете и он, в принципе, слетает. Дальше мы снимаем шкив, вот, откручиваем болт. И дальше снимаем сам шкив, немного его раскачивая из стороны в сторону. Вот, ну и вот, в принципе, мы уже здесь за шкивом видим наш подшипник в ужасном состоянии. Да и, в принципе, видно, что здесь с него все текло. Это ржавчина, смазка и так далее. И, скажем так, в данном случае подшипники меняются довольно просто. Нам нет необходимости снимать полностью, вытаскивать бак, как-то извлекать барабан и так далее. То есть вот у нас фактически уже доступ к подшипнику. Но здесь меняется не подшипник, а меняется суппорт в сборе. Вот эта вот пластиковая штука, вот такая, с более-менее желтоватого такого пластика с дырочками по кругу, вот это и есть суппорт. В этот суппорт у нас вплавлен подшипник, также там находится, скажем так, зеркало для сальника, по которому сальник работает и так далее. То есть, сняв вот эти суппорта и заменив их на новые, мы и поменяем подшипники. Это делается как с этой стороны и точно так же с другой стороны. В некоторых случаях самым сложным в замене этих подшипников является выкручивание этого суппорта. Да, они именно выкручиваются, причем оба суппорта выкручиваются в разные стороны. Здесь, как правило, на них написано, ну вот здесь у нас вот есть стрелочка по часовой стрелке. Это open, то есть это левая резьба наоборот по часовой стрелке выкручивается. А с противоположной стороны суппорт, значит, выкручивается у нас, как обычно, с правой резьбой против часовой стрелки. Для чего это сделано? Дело в том, что максимальные обороты отжима машинка делает всегда только в одну сторону. И если мы посмотрим, значит, по этому суппорту, значит, машинка отжимает всегда против часовой стрелки. Вот это. Поэтому суппорта сделаны таким образом, чтобы против часовой стрелки они всегда только закручивались. Чтобы они случайно, например, во время отжима не выкрутились на максимальных оборотах. То есть, если бы у нас барабан крутился бы, например, по часовой стрелке, то нам этот суппорт надо было бы закручивать по часовой стрелке, а со второй стороны против, ну и наоборот. Это, в общем, объяснение, почему. Потому что люди иногда спрашивают, зачем один в одну сторону закручивается, а другой в другую. Неужели нельзя было сделать, как обычно? Ну вот, из-за этого нельзя было. Для того, чтобы выкрутить этот суппорт, нам необходим, скажем так, какой-то ключ или какое-то приспособление. Единственный вариант зацепиться за этот суппорт, для того, чтобы его выкрутить, это вот эти отверстия, которые насверлены по кругу. Самым очевидным способом выкрутить этот суппорт является забиванием в эти отверстия каких-то отверток, стержней и так далее, и дальше с помощью рычага какого-то его выкручивать. Ну, вот, к примеру, таким образом. То есть, вот так вот мы его берем и начинаем выкручивать. Но такой способ я бы назвал самым неудачным. Хотя, если у вас нет специальных приспособок, или вы не хотите особо заморачиваться, можете попробовать. Но в чем минус этого способа? Отвертки в этот суппорт влазят не очень глубоко, отверстия там неглубокие. И в момент, когда мы начинаем его пытаться выкрутить, мы по факту просто из этих отверстий отвертки выламываем. Вот, то есть, ну, вот сейчас у меня, видите, он пошел. То есть, в принципе, без особых проблем. Но если суппорт закручен значительно сильнее, или он там закис, то часто мы просто выламываем из этих отверстий отвертки, тем самым разбиваем вот это отверстие. Рано или поздно эти отверстия заканчиваются, и потом вообще становится его проблематично выкрутить. Сейчас я вам покажу еще несколько вариантов, как это сделать. Второй вариант такой, скажем, более замороченный. С ним надо немного позаморачиваться, но он более надежный. С помощью этого варианта можно открутить более, скажем так, сложные суппорта, которые там немного закисли или более туго затянуты. Для этого нам понадобится сверло 6,5-7 мм и мечик М8. Значит, мы берем, просто засверливаем не на всю глубину, то есть, на глубину отверстия, оно тут приблизительно 9 мм. Вот на эту глубину мы засверливаем сначала сверло. И дальше уже в рассверленных отверстиях нарезаем резьбу М8, ну, на ту глубину, которая у нас получится. Продолжение следует... Теперь нам необходимо два относительно длинных болта М8, две гайки и две шайбы. Берем вот в таком варианте, вот закручиваем в получившееся отверстие болты до упора. Очень сильно тоже не стоит зажимать, потому что вы все-таки должны понимать, они у нас закручены в пластике, эту резьбу очень просто оттуда сорвать. Вот, ну, закручиваем так, скажем, насколько у нас это получается. Ну, а теперь нам необходимо сюда подкрутить эти гайки, тоже их подтянуть ключиком. Вот, то есть они у нас будут, скажем так, контрящие и будут придерживать еще также эти болты. Ну, и вот теперь мы получили относительно жесткую конструкцию, которая там по сравнению с забитыми отвертками держится намного лучше. И теперь мы опять же с помощью того же рычага вставляем его сюда, стараемся его, этот рычаг, максимально близко держать к суппорту, не отодвигать, потому что тогда мы увеличиваем рычаг на излом. Вот, то есть вот так вот, дальше его выкручиваем. То есть, если вы обратите внимание, то сейчас как-то суппорт пошел туже, вот, и эти болты, они как бы тоже уже начинают немного выламываться. Не знаю, выдержат они или нет, или все-таки, нет, видите, все-таки вот этот болт уже оттуда выломался. Скажем, нередкое явление, поэтому мы давайте их сейчас отсюда выкрутим, я покажу еще третий вариант, который я использую. Хотя в большинстве случаев, ну, немного позаморачиваться, поплясать с бубном, и вот таким вот способом можно выкрутить все. Вот, ну, скажем, я вам покажу еще один вариант. Кстати, да, вы меня можете спросить, а что вот это вот еще за пластина? Так, а это заземление. Вот, видите, у нас идет провод заземления, дальше он переходит на эту пластину, которая была здесь припаяна, ну, так распаяна, скажем так. И вот этим вот кончиком она должна касаться к подшипнику. Таким образом, эта пластина должна создавать связь между подшипником и системой заземления стиральной машины. А уже через подшипник заземляется у нас барабан. Ну, фактически, это сделано для того, чтобы заземлить барабан. Но лучше эту пластину поставить на место, благо у нас предусмотрено здесь крепление самореза. Вот, то есть нам придется просто найти саморезик и сюда ее назад прикрутить. Итак, продолжим. Третий вариант не очень сильно отличается от второго, за исключением того, что у нас больше должно быть отверстие с резьбой. А также сюда мы к этому суппорту фактически прикручиваем специальный ключ. Ну, этот ключ так, специальный, но он сделан, каждый мастер его делает так, как ему нравится. Сейчас я вам покажу, какой есть у меня. У меня сейчас вот такой вот ключик, скажем, ну, это самодельный, то есть сварили из фланца от стиральной машины, там похожего фланца, ну, скажем, тут крепление подшипников было, в другой машинке более старый. Сюда приварены гайки, в эти гайки вставляются болты. Ну, и, собственно, через эти болты мы, точнее, этими болтами мы вот этот фланец уже прикручиваем к суппорту. Ну, а дальше его откручиваем. Ну, за счет того, что у нас фланец находится очень близко к суппорту, вот, и за счет такого большого количества креплений открутить можно практически, ну, не то, что практически, то есть пока не попадались машинки, в которые мы с помощью этого включения могли открутить суппорт. Ну, давайте теперь продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот мы, можно сказать, намертво прикрутили этот фланец. Вот, теперь дальше мы его откручиваем газовым ключом за вот эту гайку. Ну, признаюсь вам честно, в связи с переездом в новую мастерскую мы еще не все инструменты, скажем так, распаковали и что-то я не догадываюсь, где мы газовый ключ. Поэтому будем сейчас пытаться открутить опять же каким-то, например, вот этим же рычагом, если где-то мы его сюда подсунем. Если нет, значит, будем брать что-то другое. Так, ну, вот я нашел, скажем, такое вот длинное сверло, которое у меня сюда влазит под болт и плюс такой вот ключ. Вот, и ним будем откручивать. Немного по... Как-то аматорски. Но, что делать? Если честно, мне этот ключ не очень нравится. Вот, у меня уже давно есть в планах сделать другой. Вот, есть идеи, как сделать хороший ключ, который не будет выламываться без всяких засверливаний, который просто в родные отверстия вставился. Ну, у меня все никак не доходят руки, потому что там чуть-чуть надо поиграться. Вот, а как говорится, нет ничего лучше или более постоянного, чем временное. Этот ключ был временно сделан, чтобы вот на скорую руку, чтобы открутить. Вот, и так вот он и живет. Все, а дальше уже пошло полегче. Ну, вот он наш этот суппорт, в который у нас заварен или заплавлен подшипник. Также у нас вот здесь вот это есть металлическая пластина. Значит, я, ну, не знаю, другие мастера, может, кто-то тоже называет ее так. Я называю это зеркалом сальника. По ней, по вот этой вот поверхности работает прижимной сальник. Сальник мы тоже будем менять. Он остался у нас вот там, вот на валу. Сейчас мы, наверное, только сначала выкрутим второй суппорт с другой стороны. Так, с этой стороны мы сначала откручиваем вот этот вот болт. Вот. Так, ну, а дальше опять же выкручиваем суппорт. Данный суппорт уже откручивается нормально против часовой стрелки. Но его я тоже сначала попробую с помощью отверток выкрутить. Ну, мне, честно скажу, лень заморачиваться с нарезанием резьбы. Вот, получится, то получится, не получится, будем заморачиваться. Так, одно. Видите, тут, кстати, разные немного бывают суппорта. Вот, они бывают отличаются, ну, уже так вот, они бывают отличаются по расстояниям между отверстиями. То есть, бывают суппорта на 78, расстояние между осями этих отверстий, бывает 80. Также бывают разного диаметра эти отверстия. Бывает шестерка, бывает семерка. В данном суппорте вообще получается у нас три отверстия вот идут на шесть. Одно отверстие почему-то здесь на семь. А все остальные отверстия, они на шесть, но причем еще и такие, как бы, снята с него фаска частично. Ну, не фаска, а как бы, ну, частично заполнено отверстие, естественно, даже не круглой формы. Вот, поэтому мы возьмем вот эти вот два отверстия на шесть. Видите, насколько плохо отвертка туда вставляется? И второе отверстие вот на шесть. И попробуем открутить. О, этот фланец пошел, точнее, суппорт пошел хорошо. Надеюсь, мне тут заморачиваться не придется с нарезанием резьбы. Так, ну, после того, как мы сняли суппорта, нам необходимо оттуда вытащить все. Вот здесь, например, на валу у нас еще есть остатки старого сальника, которые нам надо оттуда выковырять. Все это там почистить, пошкрябать от накипи. Вот, то есть вот это вот все надо вычистить, вытереть, и тогда мы сможем уже продолжить. В общем-то, я тут более-менее все почистил. Можно устанавливать сюда новый сальничек. Кстати, сальник, как правило, поставляется с суппортами. Поэтому нам его отдельно покупать не придется. Но для особо любопытных скажу, что сальник здесь используется, скажем так, V-образный. Это, ну, или по-другому еще может быть прижимной сальник. ВА-22. Вот такая вот у него маркировочка. Кстати, еще хотел бы сказать, что нам с этой машинкой довольно крупно повезло. Потому что у них есть такая штука, ну, можно сказать, болезнь, не болезнь, но очень часто, если сильно запустить подшипники, страдают не только вот эти вот суппорта с подшипниками, но и очень часто бывает вырывают валы с вот этих вот фланцев. Сейчас я, кстати, сбегаю за фланчиком таким, чтобы вам наглядно показать. Вот такого вот образца стоит фланец с той стороны. Правда, это я взял фланец со стороны шкива. Видите, тут еще он такой удлиненный. Здесь всегда шкив одевается. Вот он, получается, места, этими местами он приклепывается к барабану. И сюда у нас одевается подшипник. А здесь у нас находится сальничек. Вот я взял, кстати, сальничек. Сейчас я его сюда одену, чтобы вы увидели, в общем-то, где он тут стоит у нас. Вот здесь он у нас стоит. Мы его, получается, установили толстой частью сюда к фланцу. А тоненькая юбочка, она, видите, у нас оттопыривается. Вот. И, получается, сюда у нас прижимается уже зеркало. То есть, это пластина, по которой этот сальник работает. И таким образом у нас удерживается вода. И дальше она не попадает сюда, на подшипник. Так вот, что я хотел сказать. Что если подшипники в этой машинке запустить, нередко, а даже довольно часто, вот эти вот алюминиевые фланцы лопают. То есть, выламывается вал. Вот этот кусок пластины остается приклепанный к барабану. А вал выламывается, либо выгибается. Там по-разному бывает. И фактически машинку такую раньше приходилось выкидывать. Потому что данные фланцы отдельно не поставляются электролюксом. Более того, не поставляется отдельно даже барабан. Поставляется эта вся конструкция в сборе с баком. Дело в том, что бак этот неразборный. Он здесь спаянный. То есть, по-хорошему оттуда, по-нормальному, даже барабан вытащить нельзя. Но, кстати, вы можете спросить, а что же у меня тогда в руках, если эти суппорта не поставляются. Вот эти фланцы не поставляются. Они у нас появились абсолютно недавно. Буквально, наверное, несколько месяцев. Это самодельные фланцы. У нас их в Украине один очумелец льет, точит и так далее. И вот сейчас они у нас в продаже появились. И, скажем так, желающие могут разрезать этот бак, заменить фланцы. То есть, у нас есть фланцы под 203-й подшипник как с одной стороны, так и с другой. То есть, они меняются. И потом этот бак назад скручивается, клеится и так далее, устанавливается назад. То есть, теперь этот ремонт возможен, но это, честно говоря, такой геморрой. Я бы, честно, не хотел бы за такой ремонт браться и, скорее всего, даже отказался бы от подобного ремонта. Но фланцы мы таки и продаем. Кстати, ссылку дам в описании под видео. Теперь мы еще почистим точно так же с этой стороны. С этой стороны вроде бы вал, ну, фланец этот тоже целый, поэтому отлично. Ну, а теперь давайте еще поговорим о самих фланцах. Какие они бывают, чем отличаются и так далее. Я вот, например, взял несколько разных вариантов. Начнем с того, что оригинальных фланцев Электролюкс я уже не встречал несколько лет. То есть, какой-то период времени они еще попадались, здесь можно было их заказать. Цена их не была то, скажем так, сумасшедшая, то вроде бы нормальная, то опять сумасшедшая. Потом они вообще пропали из продажи. И на сегодняшний день, по всякому случаю, у нас на рынке в Украине попадаются фланцы нескольких вариантов, но все они не оригинальные. Не оригинальные – это, в первую очередь, значит то, что их не делает Электролюкс, их не продает Электролюкс, как запчасть для своей машины, но это не говорит о том, что эти фланцы чем-то хуже. Ну, вот такой вот у нас суппорт Эбби компании. Вот, видите, такая вот еще там на наклеечке у нас написано. Вот он, этот суппорт. Что у нас в комплекте с этим суппортом идет? Ну, собственно, сам суппорт с подшипником, с зеркалом под сальник. Также в комплекте идет сальник, смазка и второй сальник, он же колечко для герметизации стыка между баком и суппортом. Также у нас, например, в продаже имеются вот такие вот суппорта. Мы их называем польские. Не знаю, честно говоря, где их делают, но продаются они только в Польше. То есть мы их привозим с Польши. Ну, в принципе, там, например, если эти суппорта можно купить в Польше, в Италии, там, где угодно, то вот эти продаются только в Польше. Мы их называем польские, хотя, если честно, не могу знать, кто их делает. Здесь у нас в комплектации идет точно так же сам суппорт с подшипником, с зеркалом, сальник и второй сальник, уплотнительное кольцо. По комплектации от Эббевского суппорта отличается только тем, что у нас в комплекте нет смазки. Но, в принципе, это и не такая вот большая проблема. Смазку без проблем, качественную, значительно лучше даже, чем вот эту, можно приобрести относительно недорого. Вот эти суппорта, они дешевле по цене. Ну, не намного, но дешевле. Ну и вроде бы как, то есть типа хуже по качеству. Вот. Они, у них немного отличается литье. То есть вот я сталкивался с тем, что вот эти польские суппорта иногда, ну, очень плохо закручиваются. То есть туго, знаете, как будто вот резьба немного не соответствует. И бывает, что надо так, приложить усилие, там, постараться его еще нормально закрутить. То есть, как бы вроде бы литье не всегда отличное. С Эббевскими суппортами я такого не встречал. Но в последнее время, не то чтобы очень часто, но регулярно, у нас мастера жалуются на вот эти вот суппорта Эббевские. Значит, основная проблема у них в том, что вот это зеркало, по которому работает сальник, и фактически, которое контактирует с агрессивной средой внутри стиральной машины, оно не из нержавейки. Оно выполнено из обычного черного металла, но оцинкованной. И вот мастера жалуются, что этот цинк довольно быстро облазит, пластина начинает ржаветь, ну и фактически сальник уже из-за этого перестает держать воду. Вода попадает в подшипник, и это все накрывается медным тазом. Здесь же, в польском суппорте, вот эта пластина из нержавейки, и, например, на них такой жалобы не поступало. Поэтому, знаете, ну тут я уже начинаю просто... Хотя, честно скажу, по моему личному опыту, очень много раз я ставил вот эти вот суппорта, давал людям год гарантии, как я обычно даю на свои ремонты, и у меня, в принципе, как можем сказать так, возвратов не было. То есть не сталкивался я с тем, что в них облазит цинк. Хотя, честно скажу, буквально недавно я это слышал от своего хорошего друга, и он же мастер, что в этих действительно бывает облазит цинк, поэтому он, например, предпочитает ставить вот эти вот польские суппорта, из-за того, что здесь, опять же повторюсь, из нержавейки это зеркало. Хотя суппорт считается более дешевым, ну и является более дешевым. Я в этот раз тоже поставлю польские, скажем, послушаю своего друга и поставлю польские суппорта. Еще, что бы хотел заметить, что эти суппорта, помимо того, что они отличаются производителем, они отличаются левой и правой, потому что у них разная резьба, также они еще отличаются подшипником. То есть эти суппорта бывают под 203-й подшипник, как вот в этом случае, вот два подшипника, два суппорта под 203-й, и также вот есть еще суппорта под 204-й подшипник. То есть вот я для примера, для образца взял суппорт Эбби, то есть по посадочному месту они вроде бы одинаковые все, но здесь у нас используется в этом суппорте 203-й подшипник и сальник вот такой вот прижимной VA22. А здесь же используется 204-й подшипник и вот такой вот уже сальник, скажем, более-менее обычный, более привычный. То есть обычный сальник, который уже по валу герметизирует. Тут вам, конечно, надо быть внимательным, чтобы знать, какие вам конкретно надо, потому что они невзаимозаменимы. Ну и, как правило, на более старых и более оборотистых машинках стоят 204-е подшипники, а на более современных и, скажем, менее оборотистых стоят 203-е подшипники. Подобрать их, кстати, можно, в принципе, к нам позвонить, наши менеджеры вам подскажут. Можно подобрать у нас на сайте в подборе запчастей. Единственное, что подбор запчастей на торговую марку Electrolux, то есть на Electrolux, Zanussi, AEG необходимо производить не по модели машинки, а по продномеру стиральной машины. Начинается он на 91 в стиральных машинах, и по этому номеру необходимо производить подбор. Потому что, например, существует одна и та же модель, то есть буква в букву все, но на одних стоят 204-е подшипники, на вторых стоят 203-е. И отличия можно, скажем, определить только по продномеру стиральной машины. Ну, в принципе, такой я провел вам не очень большой, ну и не маленький ликбез по вот этим суппортам. А теперь мы можем смело приступать к их замене. Ну, начнем мы замену, ну или точнее установку суппорта с того, что нам необходимо установить на вал сальник. Вот, можем помочь себе немного отверточкой натянуть его. Сальник мы установили, потом мы еще смажем вот эту юбочку смазкой для сальника. Она такая немного сжатая сюда, но когда мы оденем, поставим суппорт, он, скажем так, туда прижмется, и пластиной вот эту вот юбочку немного отодвинет, то есть она станет шире. И вот именно на эту часть, которая будет контактировать с зеркалом суппорта, мы нанесем еще чуть позже смазку для сальников. Также мы можем снять сразу вот эту резиночку, поставить сюда новую, хотя вряд ли с этой резиночкой что-то случилось, но учитывая, что у нас есть новая, то мы можем сразу сюда поставить новую резиночку. Ну и теперь мы наносим смазку на сальник, наносим ее на суппорт и можно закручивать суппорт на место. Для тех, кто смотрит регулярно мои видео, уже, наверное, известно, какую смазку я буду использовать. А для тех, кто смотрит его впервые, скажу, смазку я использую, специальную смазку для сальников компании Anderol, поставляется эта смазка компании Indesit. Вообще она поставляется в больших тубах и рассчитана для сервисных центров. Мы же ее фасуем вот по таким шприцам, для того, чтобы ее могли покупать розничные клиенты, то есть не покупать дорогую большую тубу, которая им не нужна, а купить вот так, грубо говоря, на один-два ремонта этой смазки. Плюс она расфасована по шприцам, я ее такую использую всегда беру, потому что мне удобно всегда со шприца наносить, то есть намного удобнее, чем с тубы какой-то отверткой мазать. Наносим вот сюда вот на сальник эту смазку, в общем, как я и сказал. Также я эту смазку немного нанесу на вот эту вот резиночку, которая здесь уплотнительная стоит, вот так, в нескольких местах, чтобы по ходу вращения эта смазка немного начала размазываться. И также я всегда наношу смазку на резьбу. На резьбу вот сюда можно чуть-чуть, для того, чтобы уменьшить сопротивление, которое возникает при закручивании этого суппорта, то есть это значительно облегчает его установку. Скажем, лишней она здесь не будет, она тут ничему не помешает, но зато, как правило, суппорт проще закручивается. И также я не забываем нанести смазку вот сюда на зеркало, по которому работает сальник. Ну и можно ее слегка пальцем размазать. Ну что ж, теперь закручиваем этот суппорт на место, то есть у нас сначала он как бы одевается на вал, можем ему помочь немного приподнять отверточкой. И дальше мы его закручиваем против часовой стрелки с этой стороны. Дальше будем пробовать с помощью отверток закручивать. Здесь у нас уже, как вы видите, отверстия больше. Если в оригинальных суппортах у нас были отверстия на 6, и у нас отвертки туда забивались, то здесь у нас уже отверстия на 7, и отвертки в них свободно болтаются. Ну, я думаю, что мы все равно сможем все это закрутить. Все, этот суппорт закрутили. Теперь разворачиваем машинку и крутим. В принципе, не то что крутим, повторяем все со второй стороны. Устанавливаем сальник, смазываем и закручиваем. В принципе, мне как раз ровно одного шприца с натяжкой хватило на то, чтобы все это смазать, и сальники, и суппорта, и все остальное. Смотрите сами на свое усмотрение. Я бы на всякий случай брал бы их, конечно, два. Если чуть-чуть не хватит, будет обидно. Смазка эта все-таки не такая уж и дорогая. Так. Есть. Значит, ну и теперь этот у нас закручивается по часовой стрелке. Теперь ни в коем случае не забываем назад закрутить вот этот болтик. Вот. Он здесь обязательно нужен. Дело в том, что он держит вал на месте относительно подшипника и суппорта. Если этот болт не закрутить, вал может гулять. Если он немного отойдет туда в глубину, соответственно, вместе с валом отодвинется и сальник прижимной, который уже перестанет прижиматься. Вот. И это приведет к тому, что сальник пустит воду. Я, если честно, после нескольких мастеров, после некоторых ремонтов встречал машинки, где поменяли подшипники, этот болт назад не закрутили. И мне приходилось даже после них менять заново из этого подшипники, хотя прошло довольно немного времени, буквально пару месяцев. Вот. Ну, а со второй стороны, то у нас уже этот болт служит одновременно и для крепления шкива. Так. Ну, я вот только что одел шкив и после того, как я его затянул, я уже подумал, что я не уточнил один нюанс. Значит, у нас наша машинка оснащена такой функцией, как паркинг. Это говорит о том, что машинка у нас в конце стирки всегда должна остановиться вверх дверками, для того, чтобы, когда человек открывает машинку, ему не пришлось эту машинку перекручивать, этот барабан и искать, где двери. Каким образом у нас происходит вот это позиционирование дверей? А все очень просто. Все это происходит за счет вот этого датчика и утолщение на шкиве. Вот у нас утолщение здесь есть, точнее даже не утолщение, здесь вставлено, то есть сам шкив алюминиевый, а сюда вставлена стальная пластина. И у нас получается по центру, когда машинка заканчивает стирку, она выставляет положение шкива приблизительно по центру вот этой стальной пластины. И, соответственно, вот в таком положении, как я сейчас поставил, у нас дверки барабана должны находиться вверху. Если я правильно сейчас поставил шкив, то откроем дверки, посмотрим, прямо у нас они находятся сверху. Если же я перепутал на 180 градусов положение шкива, то мне его сейчас придется открутить и переставить. Да, я забыл прикрутить эту пластинку с заземлением. Сейчас попробуем это сделать уже со шкивом. Теперь мы одеваем ремешок и позиционируем его, по центру верхнего шкива. Вот здесь мы его немного двигаем на нижнем шкиле. И дальше мы просто уже смотрим, чтобы он находился у нас по центру вот этого верхнего шкива. Теперь нам остается только поставить боковые крышки, проверить машинку и отдать клиентам. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...